Аэроарбалет Аарона Аэроарбалет Аарон Аэроарбалет 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 necesitas Ну в принципе внешне Аарон Очень похож на другие версии Но если приглядываться то опять же Видны различия которых здесь Полно у данной версии Далее новый Робин Который вырос Мне нравится его молот И мне нравится шлем Шлем нередкий Он выпускался раньше много Но вписался в образ героя Учитывая что у него молот еще и круто Два выражения лица На одном на нем специальный микрофон для связи и также прозрачно-оранжевые какие-то очки. Фигурка неплохая, но мне кажется, ему в следующих версиях добавят, обновят как-то принты, что они станут более яркими, как у рыцарей. Ван Вайтер 307, на него уже смотрели один из воробоинов армии вирусов. В комплекте к нему есть небольшой летательный аппарат, присоединяющийся к наплечникам. Боковые части данного обвеса подвижны. Также есть два стат-шутера, которые выстреливают теми самыми вирусами, которые заражают технику Найтона. Сзади есть наклейка, аппарат крайне простой, такой дополнительный обвес, но согласитесь, вместе с фигуркой смотрится он хорошо. Ну и по традиции в комплекте есть бот. Здесь это кибербайтер с арбалетом в шлеме. Что ж, вот и сам набор. Сразу скажу, он довольно немаленький. Цвета под стать Аарону. Начну, конечно же, с кабины. Ну и далее по корпусу будем с вами смотреть. Кабина честно хороша. Мне понравилось, как она сделана. Я помню, в одном из наборов Некса Найтс кабина закрывалась не полностью. Вроде это был бомбардировщик берсеркеров. Но здесь у нас стекло прилегает хорошо к кабине. И внутри очень много места. Давайте поместим сюда фигурку. Как вы видите, здесь есть наклейка, которая является приборной панелью. И фигурка здесь очень хорошо помещается. По бокам от кабины присутствуют две пружинные ракеты, которые здесь неплохо защищены детальми, которые иногда используются как двери. Точнее, чаще всего. Подняв эти детали, мы получаем доступ к ракетам. Они помогают тем, что, случайно нажав на ракету, она у вас не вылетит, а становится из-за данной детали. Ну а так, убрав ее, ракеты, по идее, должны вылетать. Да, они вылетают. Ну и также, прямо под ракетами, есть такие декоративные уже элементы, которые также должны представлять из себя что-то вроде бластерных орудий. Прямо под кабиной есть такая лыжа. Скорее всего, это лыжа, как раз на которой вертолеты приземляются, но в данном случае самолет. Хотя здесь он, кстати, приземляется на этот байк, который идет внутри. Но, думаю, без него это будет смотреться лучше, потому что он будет приземляться таким интересным способом, учитывая, что еще и лыжа эти подвижны, и он будет вот так проезжать и опускаться. Идем далее по корпусу. Здесь у нас расположилась главная функция данного набора. Здесь вот эта прозрачно-оранжевая деталь, и если вы будете надавливать на нее, и у вас внутри будет находиться этот мотоцикл, до этого вы убедитесь в том, что аппарат у вас на достаточном расстоянии от земли, и нажав, он вылетит. Чаще всего он, по идее, должен вылетать как? Он должен падать прямо на колеса. Здесь-то происходит не всегда, но тут еще зависит от того, как вы это сделали. Так, посмотрим, как он заезжает внутрь. Вроде все я правильно сделал, да, он заезжает. Давайте еще раз посмотрим на функцию. К сожалению, вот он у меня уже два раза упал боком. Мне кажется, если постараться, то он может у вас нормально упасть, и скорее всего предназначено так, что он должен находиться низко. Вот так, например, все хорошо происходит. Это вот и сам мотоцикл. О нем вообще практически нечего сказать. Мотоцикл, он ездит. Есть два статшутера. Мне кажется, кстати, вот было бы хорошо. У нас нет сейчас наборов Nexonite за 1000, за 600 рублей. Если бы, допустим, в категории 600 рублей был бы набор, включающий в себя такой байк, и также аппарат летательный вместе с OneBiter, допустим, номер 307. И была бы такая дуэль у них. Ну и мне кажется, такие наборы пользовались спросом, хотя их невыгодно выпускать в компании, потому что Lego сами сейчас делают наборы все дороже и дороже. Без мотоцикла, конечно, транспорт становится легче, и смотрится он уже гармоничнее. По бокам вот эти крылья идут, и здесь они прозрачные. Так, скорее всего, я полагаю, задумывалось по дизайну, потому что должна идти вот эта треугольная форма, которая впоследствии соединяется с данным орудием. В общем, здесь вращаются эти элементы, и, насколько я понял, почему так сделано, потому что здесь попытались создать идею того, что это арбалет. Но, опять же, гораздо лучше была передана эта идея в наборе АРА Арбалет Аарона. Самый первый в 2016 году. И этот арбалет реально был классный, потому что вы могли его брать как арбалет, он реально был по форме лучше проработан, и реально мог стрелять, потому что курок там был. Кому как, но тот набор мне как-то чуть-чуть ближе. Прямо за функцией расположены два крепления для щита и для арбалета Аарона. В наборе, конечно, есть наклейки, вот там я показал в кабине. Здесь, например, символ получается Аарона. И также вы можете увидеть какой-то декорированный золотой элемент здесь. Что ж, сзади проработано всё вот так. Для того, чтобы вы могли удобно брать набор, вроде бы ничего не вываливается, как я смотрю. Эта деталь может погнуться, в принципе, если вы будете так держать набор. Но, я думаю, в конце концов её можно снять. Ну а так, для дизайна прозрачная оранжевая деталь – это в конце. Что можно сказать, подведя итог? Я не могу назвать набор идеальным. Могу назвать его в меру хорошим, благодаря его функционалу и внешний вид в какой-то степени мне понравился, если смотреть на набор спереди и если смотреть сверху. Расценивать это как игрушку – он, да, классный. Потому что есть и функции по выбросу мотоцикла. В комплекте есть также несколько антагонистов. Поэтому приглядеться к набору можно. Но, опять же, у него свои недостатки. Что ж, на сегодня всё. Поддержите видео лайком, если хотите увидеть обзор на последний набор в первой волненной Xonites на моём канале. Подпишитесь на канал. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok